Вот здесь хорошо видно их корни разнолистные. Вот такой веер получился. Но самое интересное, что она начала размножаться. На стволе у самого корня появился побег. Его тут трудно рассмотреть, но он там есть. Да, тут еще рыбы хвостами загораживает. Кроме этого еще интересный момент такой, что здесь старый корень, которого я и оставил стоять, дал побег на самой верхушке, где она была отрезана. И вот он, побег на отрезанной верхушке. Просто так, на голом месте, как ни странно. Такое интересное растение. Эйхорния. Странным образом растет. Вдруг. Никогда же не ожидал, что она будет так расти интересно. Рядом Финодорус горизонтальный. Снова начал давать стрелки с побегами. А коры помешают снимать. Что же это такое? Вот она, стрелочка с побегами. Цветы, а потом будут на этом месте вот такие вот вылезать листочки. Вот эти вот листочки, это тоже на таком же побеге появились. Сейчас я их, когда они впустили корни, я прижала к грунту и они распахивают листья. Вот такие вот. Тоже без видимых причин, без каких-либо стимуляторов. Финодорус горизонтальный начал давать потомство. Это впервые за пять лет. Такие вот сюрпризы выдают аквариум. Чего не ждешь. Это типа как те же самые гердахромисы дают потомство в самый неожиданный момент. Тогда, когда им самим захочется. Вот здесь вот, у них уже тут есть детишки. От прежней выводок уже вон они какие, подросли. Сейчас им тут гашхода нет, там совсем маленькие. Такая и тут же куча пиццелей, все мирно живут. Никто никого не гоняет, не трогает. Все благополучно. Такое. 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 Такое.